Привет, мои дорогие девочки! Сегодня у нас день Марса, и я для вас сегодня сделаю несколько видео для мужчин, точнее о них. И гадать мы будем на вашу тему, которую вы предложили в комментариях, и это тема бывший. Какой он вас запомнил, да? Можете даже несколько своих бывших каких-то загадать, просто для того, чтобы переживать в себе даже вот этот опыт, да, и посмотреть с другой стороны. Возможно, карты ещё что-то скажут вам интересного такого, что поможет проанализировать свои отношения с бывшим, которые у вас были. Итак, девочки, будем гадать на Таро Монара и будем гадать на Чёрном Таро. Именно две карты буду выбирать на каждый вариант из четырёх, потому что на четырёх королей мы будем гадать и на четыре стихии. И будем говорить, что он к вам испытывает, да, и как он в себе это всё пережил, да. Какой он каши наелся именно в отношениях с вами, да, как он вас вспоминает, если ему просто даже сказать ваше имя, какие у него вообще мысли в голове возникают, да. Может, тоска какая-то, может, любовь, может, ненависть. Но я ещё тут рассмотрю и такой аспект, связанный с восприятием, сексуальным восприятием его вас. Являетесь ли вы его там типажом, к примеру, ну, в общем, что покажут. Так, загадывайте своих бывших, можете одного, можете сразу четырёх бывших. Ну, у кого, девочки, как хочется, в общем, вам. Вот это четыре будет короля, четыре бывших. И будем гадать, какой он вас запомнил. И Монара будет открывать вот эти аспекты нижних чакр, да. Итак, посмотрим. Первый вариант, второй, третий и четвёртый. Смотрим, девочки, как бывший на вас реагирует, какой он вас запомнил. Выбирайте карты, выбирайте бывших. Можете на каждый вариант имя обозначить. Одного, второго, третьего. И будем смотреть. Загадали? Поехали тогда. Вариант номер один. Как вас запомнил ваш бывший? О, девочки. Ну, тут первый вариант, конечно, даёт. Тут выпали две такие очень даже сильные карты. Во-первых, императрица, а во-вторых, тройка огня на Монаре. Я вам скажу одну вещь, да. Во-первых, он вас запомнил как доминирующую, да. И это говорит и чёрная Таро, и это говорит Таро Монара. Доминанта. Вы доминирующая в отношениях. И я вам так скажу, может быть, вы расстались из-за того, что вы либо от него много чего требовали, да. Либо он вам не подходил по умственному какому-то даже развитию интеллектуальному. Либо, я вам скажу так, вот по этой тройке огня с Монарой, да, получается, оно ещё показывает, что вы сами шли к нему навстречу, сами его выбирали, и он во многом не мог с вами раскрыться, ну, вообще никак, да. И Таро Чёрная, и Монара говорят, в принципе, одно и то же. Очень сильную такую подавляющую мужика личность. Но всё, что он о вас помнит, девочки, это, скорее всего, я бы сказала, что чёрная Таро больше всего и красиво об этом говорит, да. Эта карта больше о действиях говорит. Он запомнил о том, что вы действительно сильная, вы доминирующая, вы доминантная, вы первая, у вас матриархат. Но и женственная, да, это не император, а императрица. Если бы выпал император и тройка огня, то это было бы, мягко говоря, практически жопа. Но я бы сказала, что с этим мужчиной, в принципе, знаете, и не всё даже могло бы быть потеряно, да. То, что вы им пытались руководить, а давай пойдём туда, а давай сюда пойдём, как говорится, брали за руку, да, направляли его, заботились о нём. Он это всё прекрасно помнит. Но он будет ещё, знаете, как говорится, чем больше времени пройдёт после того, как вы расстались, тем больше он будет понимать, что вы, как третий старший аркан, приносили в его жизнь. И тут ещё есть такой момент. Третий старший аркан и тройка воздуха, ой, воздуха, огня. Это, понимаете, это немножко тут из нумерологии уже идёт. То есть, когда на разных таро выпадают одни и те же числа, да, это тоже указывает на какую-то кармическую связь в этих отношениях. С этих отношений вы вынесли что-то, и он вынес, но причём вы в большую сторону развились. Он что-то вам такое вот дал, даже не сколько этот, даже мужчина вам дал, да, сколько вообще вот эти отношения, которые у вас были. Они вас вывели на новую ступеньку в вашей жизни. Не просто так он был, он должен был быть у вас, он должен был быть. Его не могло не быть этого мужчины. Он шёл к вам, вы шли к нему, и обстоятельства, и эти случаи. Это судьба, понимаете? То, чтобы этот человек был с вами, это судьба. Вспоминает он вас как достаточно такую женщину, женственную, развитую. Но я не думаю, что он, например, хочет вернуть эти отношения с вами, да, потому что тут ситуация может повториться, либо вы шагнёте ещё выше с ним, да, либо... Тут ещё такой момент есть, девочки, не у всех, но всё же, да, навязчивости, да. Скорее всего, в прошлом кто-то из вас очень конкретно навязывался этому человеку, не замечая за собой особо то, что это происходит, да. Ему было неуютно из-за того, что на него давили. И причём я так уверена, что вы даже и не думали, что вы на него так вот сильно давите, да, потому что это вообще как бы суть вас, да, вести себя так, как вы себя ведёте. И вы сама себе, как говорится, предводитель и руководитель. И получается, что он к этому особо был не готов, а ещё есть такое мужское эго, да, что как эта женщина там может быть успешнее меня, как она может мной руководить, как она может обо мне так заботиться, как о маленьком ребёнке, да. Но тут такое. Вот такой вот был первый вариант. Второй вариант, девочки. Девочки, какой вас запомнил ваш бывший? Шестёрка жезлов и туз воды. Девочки, вот этот бывший вас... Вот сейчас возьму, что тут не освечивала лампа. Какой он вас заметил? Ну, я вам скажу... Заметил, какой он вас запомнил, да. Я вам скажу по этим... Это что по шестёрке жезлов, что по единице воды, да. Я вам скажу, что в глубине души вы всё-таки как-то ещё не переварили до конца своё отношение с ним. Как будто вы эти отношения не закончили, да. Но по шестёрке жезлов я бы сказала, что не особо он так и любил, вот как хотелось бы, чтобы вас любили, да. Не той любовью он вас любил, которую вы, например, заслуживаете или которую вы сами ожидали. Он не давал вам много чего такого, что вам надо давать, чтобы вам давал мужчина. У него выпала вот эта вот шестёрка жезлов. А у вас выпала, кстати, карта ожидания. И если честно, вот я беспокоюсь по этому второму варианту. Они... Не хотите ли вы, не ожидаете ли вы, чтобы он к вам вернулся, девочки, да. Может, вы ждёте от него каких-то действий. Но я вам скажу, что по шестёрке жезлов никаким действиям он пока не готов. Если бы эти карты вот резонировали друг с другом, да, был бы другой вопрос. Но они не резонируют. То есть того, чего вы ждёте от мужчины, он вам не даст, да. Он реально не даёт вам того, чего вы заслуживаете. И ждать от него многих таких вещей, которые вы раньше ждали, тоже не надо. Я бы даже, знаете, что сказала? Закройте дверь в это своё прошлое и забудьте его, вообще вычеркните, да. Не заходите на его странички, да, не смотрите, как же он там поживает и всё остальное. Потому что у вас такой есть момент, да, что вы всё-таки будете готовы ждать его, да. Ждать, тормозить своё развитие, тормозить свои отношения с другими мужчинами ради него. Может быть, такой вариант. А вообще вот эти вот карты, вот особенно вот я сейчас про туз воды говорю, да, Кламонария, он говорит о том, что у вас, вы как ассоль, да, и вот этот корабль тут, ожидание своего корабля с алыми парусами. А вот этот мужчина, он нифига не этот корабль с алыми парусами. Вам бы пришлось под многое подстраиваться, многое ему прощать, да. И иногда просто вот сидеть дома в ожидании мужчины, когда он придёт, и когда вы не будете совершенно знать, что вас ждёт вечером. То есть вы даже не сможете планировать какие-то вещи, планировать свою жизнь, заниматься своим развитием, потому что вас, мужчина, всё время будет вбрасывать вот это какое-то такое, знаете, непонятное томительное ожидание себя. То есть это вообще зыбкий песок, на который не станешь как на что-то твёрдое, да. Это не твёрдая почва под ногами, вот этот мужчина. Не жалейте то, что вы с ним расстались. Не жалейте, потому что вы больше его достойны по вот этой особенной карте Туза. Но главное, девочки, не врите сами себе и не ожидайте его, если вы хотите опять, например, с ним наладить отношения. С ним можно наладить отношения, да. Вам можно. Я имею в виду, что вы способны на это, да. Но нужно ли это делать, если этот мужчина не сможет вам дать и половины того, чего, например, вы достойны, вы чего заслуживаете. Всё решает в вашей жизни ваши страхи и ваша нерешительность на самом деле, да. И вот главное не вгонять себя вот в это ожидание этого мужика и ожидание от него решительных каких-то действий в вашу сторону. Чем больше вы будете от мужиков даже чего-то ожидать, тем это хуже будет. То есть вам надо просто как-то побыстрее, да, научиться быстро оценивать обстановку. И, например, если мужчина где-то телится, нарезать ему задачи, посмотреть, как он с ними справится, в какое время он справится, совпадают ли ваши темпы жизни с его темпами жизни. И если вы, например, девочки, вот по второму варианту, всё-таки влезут со своими питью компейками, да. Если мужчина по темпу жизни, вы видите, что вы, получается, с ним встречаясь не развиваетесь, если вы понимаете, что что-то минусуется в вашей жизни, да, что вы в каком-то подвешенном состоянии с этим мужчиной, ну его нафиг, потому что это не ваш там в жизни, и это не то, что, это нифига не корабль с салыми парусами, в общем, ваш. А какой он вас запомнил, да? Тут хотелось бы, например, сказать, что там запомнил вас такой хороший, впечатляющий его женщиной, да, но на самом деле вот эта вот шестёрка жезлов, да, она сейчас говорит о его отношении к вам, шестёрка жезлов, ничего не говорит, ничего не говорит о том, какой он вас запомнил. Возможно, он либо вообще не вспоминает, да, именно о вас, как о женщине. Может, он и ведёт, делает какое-то внимание к деталям, которые были в вашей жизни, да, и какую пользу он из них извлёк. То есть тут вообще разная как бы духовность. Я бы даже сказала, что он вообще никакой пользы не извлёк. Вот, кстати, даже аж хочется дальше раскладывать, что-то я уже такая ударилась в индивидуальное, да, гадание. Я бы вот сейчас бы разложила на то, какие у вас были отношения, да, любил ли он вас, как вы его любили, какие у вас отношения были, да, и к чему вы стремились. Потому что тут такой резонанс конкретный между вот этими двумя картами. Вашей женской картой по Монаре, и вот в чёрном Таро это его карта. Я бы сказала, что вот этот мужчина, знаете, он ещё может вам написывать, девочки, да, писать где-то какие-то смс-ки. Точнее, он вас вспоминает, но он, знаете, как в виду вас держит, да, имеет вас в виду. Что, если что, он может к вам как-то обратиться. А знаете, из-за чего это? Из-за того, что он чувствует своей чуйкой мужской, что вы склонны к ожиданию. Но главное в это ожидание, девочки, не уходить, потому что можно ждать годами. И годами потом. А почему у меня не получаются отношения с другими мужчинами, да? А потому что где-то вот внутренняя ждуля от того вот бывшего ждёт. Ну, обратите на это внимание. Так, третий вариант, девочки. Какой вас запомнил ваш бывший? О, какой он вас запомнил! Боже ты мой! 14 и 16 аркан. И умеленность, и падающая башня. Я вам скажу одну вещь, девочки. Вы были, его отношение с вами был переломный момент его жизни. На самом деле у него ничего лучше уже не будет, чем вы. Понимаете, вы выпали 14-м старшим арканом, а потом у него вышло 16-й. То есть он вышел как из состояния смерти с 13-го старшего аркана, перешёл в 14-й с вами. Он это запомнил, закрепился. Он думал, что у него будет всё дальше хорошо-хорошо, да. Но нифига, у него больше не будет. Вы как бы лучшие, что у него были. Но он этого, я бы сказала, что до конца не понимает. Тут я бы ещё сказала ещё грубее, да. В плане том, что он, вот этот вот бывший, он, как бы так, озвучить. Просто с двумя старшими арканами, да, это даже и тяжеловато сделать. Он, понимаете, он думает, фу ты, Господи, пронесло, да какая она была, да слава Богу, что мы расстались, хорошо, что мы разошлись, всё у меня сейчас будет по-другому. Но нифига у него не будет по-другому. Он двигается по нисходящей, он летит с горы. Он с повозкой своей очень быстро летит с горы. С вами было тяжело подниматься в гору, а он сейчас сел, как говорится, в эту тележку, и она всё больше и больше набирает скорость и идёт вниз. И причём у него, может быть, по этой карте очень большая ненависть к вам и вражда. Ненависть, вот, блин, это самое, наверное, подходящее слово. Этот человек, который не то что не оценил, да, ваше присутствие в жизни, я бы сказала, что оно переломное в его жизни было, это ваше присутствие. Но, девочки, если хотите порадоваться, если это вас обрадует, у него больше такой, как вы, не будет. У него будут женщины по нисходящей. Каждая последующая женщина будет ещё хуже, чем была. Да, даже во многих таких аспектах. Тут ещё кое-что идёт, да, но я не буду это озвучивать. Это какой-то, ему может светить очень быстрый закат его жизни. В общем, можете это понимать. И может, знаете, он, может быть, слетел с катушек, когда он с вами расставался. Тут такой вариант тоже может быть, какой он вас запомнил. Если честно, вот эти вот арканы, какой бы он вас запомнил, я бы от этого мужчины открестилась и больше его вообще не вспоминала, да. Потому что если вы будете ему, с ним дальше общаться, с этим мужчиной, да, он потом будет на вас перекладывать ответственность за то, что происходит в его жизни. Он, понимаете, может считать вас каким-то чёрным ангелом, который приносит ему неудачи, и всё это из-за тебя. Причём он может даже и больно обидеть не только словами, а ещё и физическими действиями какими-то. Просто я бы, например, полностью с ним прекратила общение, что и вам советую, да. Потому что человек уже не контролирует ситуацию, которая от него не зависит. И тут, если вы будете продолжать с ним общение, то он может винить вас в том, что происходит в его жизни уже без вас. Потому что он где-то, знаете, вот седьмым своим чувством чувствует, что вы были чем-то переломным, да. А так как у него сейчас негативная окраска жизни пошла, всё пошло не в очень хорошем виде дальше. И всё будет хуже, хуже и хуже. И он даже от этого может испытывать кайф, да. Казаться, что с другой женщиной лучше, с этой проще, с этой проще. Но ему, в зависимости от того, какие у него грешки, ему будет проще. Он будет даже где-то кайфовать от этих своих новых отношений. Но эти новые отношения будут его вообще загонять в самую чёрную, знаете, в чёрную черноту. Вот такие вот дела. Лучше прекратить вот с ним всякое общение. Даже если он что-то вам напишет, скорее всего, он, знаете, он может думать о том, что, может, вы ему там зла пожелали, прокляли или ещё. Тут человеку может забрести в голову что угодно. И почему-то, девочки, я всё-таки тоже скажу это. Я тут читаю сущность какая-то есть. Какая-то есть лярва у этого мужика, да. И вот эта лярва даже может говорить за него. Всё. Всё. Вот такой вот был третий расклад. И четвёртый расклад на вашего бывшего, мои дорогие. Как он вас вспоминает. А вот уже и карта императора. О, и троечка земли выпала. Девочки, этот мужчина хотел бы вас иметь в любовницах своих. Да-да-да. Он бы хотел, чтобы вы от него никуда не уходили, были где-то рядом, но принимали то, чем он занимается. Его социальный статус, его статус, например, новой жены. То есть, например, у него есть жена, да. Да, допустим, он женился после того, как с вами расстался. Но он хочет, чтобы вы никуда от него не девались и были где-то рядышком. И принимали то, что он, например, с другой женщиной. Это может, кстати, смотря как ещё быть. Это может даже и быть в том, что этот мужчина думает себе, а неплохо ли было бы, если бы мы жили троём. То есть, я вам скажу, что ему не хватает вас. Ему не хватает того, как вы общались, как вы, например, вместе жили. В сексе вас не хватает, во многих таких вещах. И он реально думает о том, чтобы вы были где-то всегда поблизости возле него. Чуть что он бы мог прыгнуть и к вам. Но так как это император, то я бы тут ещё добавила такой вариант, что, может быть, он, кстати, задумывается над тем, чтобы они вернутся ли к вам. Он может и вернуться к вам сам. Но тут есть такой момент, что он уже, как говорится, попробовавший в свободы и вкусивший жизнь без вас, он от неё тоже не откажется. Если он сделает вас основной, у него будет ещё кто-то. Понимаете? И, возможно, это его вот это вот бывшее, вот с его этой свободной жизнью без вас. Тут надо будет быть готовой к тому, что это будет какой-то любовный треугольник. Но кто будет в этом треугольнике главный, если вы его примете? Этот мужчина не хочет вас отпускать до конца. Не хочет. Даже если вы с ним не общаетесь, да, всё равно, я думаю, вы заметите вот эти какие-то вот детали, которые будут указывать на то, что он где-то рядом, и он о вас думает. Вот это видно. Я думаю, что всё-таки император – это такая вот карта, которая всё равно это показывает где-то. Так что вот как-то так, девочки. Ладно, мои дорогие, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok